Всем привет. Вторая часть диалога. Искусство сознательной мышечной локсации и управления своим мышечным тонусом. Мы с вами говорили о работе с преминер-руками в Виньясах. Сегодня попробуем еще добавить несколько моментов с техникой Виньяс и уже сасывания. Тема остается та же. По максимуму используется свое тело. Физическое и естественно энергетическое. И для этого нам понадобится несколько нюансов, которые мы сегодня обговорили. Так в Виньясах. Адха-бадха-падма-пашчимотанасана. Адха-бадха-падма-танасана. Адха-бадха-падма-танасана. Вот например, первая тема. Утяжение манима. То есть, здесь, конечно, это сложно делать, но мы сейчас говорим о полном варианте. Это движение захват и вытяжение. Вдох первой виньяса и выдох второй. И здесь мы делаем 5 дыханий. 1, 2, 3, 4, 5. Затем третий виньяса, посмотрите на логоть. Либо он остается в таком положении, нога тоже согнута, либо мы все вытягиваем. Вдох, рука прямая и колено прямое. И выдох здесь же. Не отпуская стопы, как любит Шараджи на лотклассе говорить. Выходим. Опять же все прямое. И выдох опускаем. То есть вот эти два момента с прямой рукой и с прямым коленом. Обратите внимание. Удхита, хаста, потом муштхасана. Ну, если вам наклон сложно делать, да, там, опять же, могут пока не позволять эти мышцы, то, конечно, нужно будет сгибать. Ну, вот этот момент второй, где вы выпрямляете локоть. Он доступен почти всем. Выпрямление, опять же, колена и разворот плеча. Тоже обратите на это внимание. Упрямление локтя, локтевого сустава и колена, насколько можете добавить вам вытяжения. Если мы говорим о асанах, то можем еще пройтись на уровне транса и паттанаса. Колени. Руку выпрямите. За счет четырех головы мышцы. Выпрямляем руки. Смотрите, сзади. Руки у нас не согнуты, а мы их выпрямляем полностью. Когда мы выпрямляем полностью, у нас раскрывается другой отдел. Хорошо так. И у Диана-банки, естественно, тоже подтягиваются. И уходим с пленой и локтями на голову. Мы выпрямляем колени и выпрямляем локти. Это движение и вот это движение. Два движения. Колени и локти. Они нам дадут больше вытяжения. Эти все моменты, они очень важны, так как в совокупности всей практики они в итоге дают нам такой по чуть-чуть маленького спазма. С одной стороны, это незаметно, особенно для тех, кто начинает. Но для тех, кто уже продолжает и хочет больше, так сказать, получать от практики выхлопат, то приходится задействовать уже все тело по максимуму. И в итоге оно дает нам больше раскрытия. Не только этих частей тела, да, но оно ведет за собой работу уже более глубоких мышц и частей тела, которые тянутся за этими частями тела. За руками, за ногами. То есть туловище начинает полностью скучаться. Грудной отдел, диафрагма все подтягивается. Поясница очень хорошо тоже. Соус подтягивается. Поэтому обратите на это внимание, где у вас не доработаны работы рук. До вытяжения рук и ног. Насколько вы можете это сделать? Есть, конечно, ограничения. Они связаны с тем, что просто пока тело не готово. Но мы говорим уже о более таком продвинутом варианте, где вы уже можете распрямлять ноги до конца. И, зная, как вы можете еще добавить вытяжения, вы как раз вот, а это тема нашего сегодняшнего монодиалога, мы работаем уже с прямыми руками, с прямыми до вытяжения колебных суставов. И, таким образом, можем себе добавить работу, глубокую работу всего тела, всех мышц основных. На этом все. Всем хорошей практики.